Да, ну что, давайте, друзья, начнем. Значит, у нас очередное заседание нашего семинара в дисциплинационном режиме. Значит, сегодня выступает Сазонова Полина Андреевна. Это представляет и бизнес, и представляет учебное заведение Новосибирского государства-университета, вызовы цифрового мира. А следующее заседание нашего семинара планируется на 25 мая. Наверное, это будет последнее заседание. В силу того, что там начинаются уже события, связанные с зачитой дипломов, вот. Увы, тут вступает Дмитрий Евгеньевич Польщинов, нечеткая модель. Но он потом даст точное название. Света Леонидовна, давайте начинайте. Добрый день. Скажу пару слов о себе. Действительно меня представили, как и представителям бизнеса, и представителям научного сообщества. Да, я сейчас в настоящий момент являюсь аспиранткой в НГУ и основала свою компанию уже два года, и будет в этом году. То есть являюсь также представителем бизнеса. Компания занимается разработкой программного обеспечения. Ну и, соответственно, я преподаю курс на MBA в Высшей школе бизнеса в НГУ. И вот этот курс, который, ну, краткое содержание которого я сегодня прочитаю вам. Планируется, что сегодня я расскажу про текущую ситуацию, то, что происходит в бизнесе сейчас. Расскажу, какие есть изменения, в том числе не только связи с последними событиями. И как бы поразмышляем мы, наверное, все вместе о том, к чему нам приготовиться. Я думаю, можно вопросы задавать по ходу, если что-то непонятно. Я думаю, это все приветствуется. Будем по ходу разбираться. Надеюсь, уложимся в тайминг. И прежде чем приступить, я бы хотела спросить, может быть, у вас у кого-то есть конкретные запросы, что хотелось бы от этого выступления узнать. Опять же, повторюсь, немножко так, с научной точки зрения и с бизнесовой у меня будет сегодня выступление. Что хотелось бы узнать, если у кого-то есть вопросы и комментарии. Мы еще пока не услышали ничего, поэтому комментировать нечего. Отлично. Послушаем. Вдруг уже заранее хочется узнать про вызовы как можно больше. Хорошо. Хорошо. Давайте приступим тогда. Ну, ни для кого не секрет, что мы сегодня имеем дело с очень необычным развитием нашего мира. Мы имеем 3-4 тысячи касаний смартфонов в день. У нас очень сильно возросло количество контента, как, например, за день мы потребляем 34 гигабайта какого-либо контента в сети, в Инстаграме, ВКонтакте и так далее. Ну, любой среднестатистический человек, житель Земли потребляет за день контента столько, сколько не потребляли его бабушки за целую жизнь. Мы стали читать больше, как люди, как население, стали более образованными и так далее. У нас появился интернет, и все это, конечно же, накладывает отпечаток на то, как мы живем и то, как мы мыслим. У нас не секрет ни для кого, что сейчас наступает цифровая трансформация, про которую очень многие говорят. И важно понимать, что с одной стороны это трансформация бизнеса, с другой стороны это трансформация всего общества, которая возникает вследствие внедрения новых цифровых технологий. Многие из вас знают, что мы сейчас переходим от индустрии 3.0 к индустрии 4.0. Как бы я не буду на этом слишком долго останавливаться. Скажу лишь, сакцентирую многие такие моменты в качестве вступления, что нас ждет впереди и децентрализация производства продуктов и ресурсов с целью сокращения издержек. И повсеместно нас будет окружать искусственный интеллект, вещи станут умными, услуги автоматическими. И вообще все мы, пользователи, будем пребывать в таком тотальном комфорте из-за повсеместной автоматизации. Все будет вокруг умное, а человеку останется только творить и создавать эти новые вещи. Как бы все выглядит весьма оптимистично. Давайте посмотрим также на статистику. Это отчет компании PVC, которая публикует топ-компаний по капитализации всемирных. И вот с этого слайда мы увидим, что если у нас еще 7 лет назад в топе были практически компании, которые занимаются нефтегазовым делом, компании, которые занимаются финансами, индустриальными сопровождением. А сейчас, в 2019 году мы видим, что в основном в топе у нас вырвались технологические компании. Это о чем-то говорит. Давайте посмотрим. Перейдем к следующему шагу. Ситуация немножко так нагнетается. И если мы посмотрим на то, где мы сейчас находимся, этот график я взяла у Петра Щедровицкого, мы сейчас можем увидеть, что мы находимся в... Полина! Да, да. Полина! Полина! Так, я не знаю, только у меня, только у меня виден твой первый слайд, или в телевидении только твой первый слайд? Я тоже вижу, что это первый слайд. Я тоже вижу, что только первый слайд. Но пока в телевидении только заголовок вызовут цифрового мира. Интересно. Я переключаю все. Я могу предположить, что зашарили что-то, что что-то не то зашарили. Или не зашарили. Так, давайте пробовать дальше. Вот, что-то так видно. Вот сейчас пошло. И ты попробуй развернуть на весь экран, потому что тут куча... А я разворачиваю, получается, вы не видели. Вот сейчас план, сейчас план виден. Так, а сейчас? Вот сейчас план. Все равно план. Видите, что я меняю слайды? Нет. Сейчас план горит. По-прежнему горит план. Так, а давайте так попробуем. Можем пока показывать просто здесь, да, вот. Чтобы не заморачиваться. А давайте так, да. Вот так индустрии. Сейчас вот паровоз нарисован. Алина, может быть, это кратко пройдемся по тем слайдам, чтобы хотя бы кубики, если они были. Да, 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 давайте кратко все пройду. Так, про план я рассказала. Что имеем сейчас? У тебя именно окно редактирования паерпоинта видно, в котором у тебя сбоку там вертикально список слайдов? Да, 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 я понимаю. А видимо зашарили окно. То есть, видимо, зашарили не весь экран, а именно это окно зашарили. А давайте я попробую немножко иначе. То есть, либо показывать в этом окне, либо перезашарить на весь экран. Полистай слайды, посмотри, меняться будут или нет. Не, они не меняются, не меняются. Так, сейчас я попробую, что еще. Если в паерпоинте поставить показ слайдов и показать, там выбрать, поделиться этим экраном. Так, а давайте вот так посмотрим. Видим сейчас мой экран, да? И сейчас видим план. Да, вот план. Вот посмотри уже лучше, уже по крайней мере план большой. А сейчас? Да, понятно. Летарь, поменялось. Поменялось. Отлично, отлично. Тогда давайте продолжим. У нас план посмотреть, что мы имеем сегодня. к чему мы придем через некоторое время и понять, как мы будем идти, через какие изменения мы пройдем. Я захватываю в том числе и бизнес, так как бизнес является двигателем нашей экономики, но будем еще также рассматривать это все с технологической точки зрения. Кстати, достаточно такая воодушевляющая, про которую я уже рассказала. про огромное количество касаний смартфонов в день, огромное количество контента, который мы потребляем, а также про доступ в интернете, к интернету, который мы все имеем. Кстати, интересно, что 90% информации в мире, которая была выложена в публичный доступ, была сгенерирована исключительно за последние два года. И фотографии еды в Инстаграме, собачек и прочие вещи. Это интересный факт. Что касается цифровой трансформации, такой термин, который всем нам известен. Давайте пойдем дальше. Вот этот красивый паровоз, где мы уже поняли, что мы переходим от индустрии 3.0 к индустрии 4.0. Кратко про индустрию 4.0. Что нас ждет? Про децентрализацию продуктов и услуг, автоматизацию, тотальное придание всем вещам функций искусственного интеллекта, а также все вещи вокруг нас внезапно вдруг станут умными. Следующий слайд, вот этот вот список, на который я вас призывала посмотреть, где мы видим в данных в отчете компании PYC за 13-й год список топовых компаний в мире по объему капитализации. Здесь есть самые разные компании. На верхушке, конечно, Apple, но здесь преобладают такие нефтегазовые компании и так далее. В то время как в 2019 году мы видим, что технологии, они выходят на первый план. То есть это для нас повод осознать, что мир уже, ну, очевидно, да, прежним не будет, но очевидно еще, что технологические компании, они вырываются вперед. И это подтверждает статистика. Вот есть даже ссылочка, можно скачать и посмотреть в интернете. А вот сейчас слайд поменялся. У меня слайд остался. Как же так? А сейчас? А вот сейчас поменялся. Ну, я его поменяла, да. Так, все хорошо, всем видно. Едем дальше. Допустим, депутации. Да, отлично, такой график, который показывает в своих лекциях Щедровицкий, рассказывает о том, что мы сейчас находимся, живем в очень интересное время. Время называется зоной турбулентности. Когда в процессе смены, в нашем случае с индустрией 3.0 к индустрии 4.0, мы претерпеваем определенное такое болтание. Болтание, когда мы финансируем еще старые системы, но уже создаем новые системы. Соответственно, у нас двойная трата. Мы тратим деньги и на то, и на другое, и на старое, и на новое. Мы живем в то время, когда мы абсолютно не знаем, что будет завтра. Мы не знаем, какими системами будут пользоваться потребители. Мы не знаем, что они будут выбирать. Мы не знаем, как сложатся их вкусовые предпочтения. Потому что даже сейчас мы видим, как меняются предпочтения пользователей. Они уходят от сервиса к сервису, что-то бросают, что-то, наоборот, выбирают. То есть конкуренция растет, и она абсолютно непредсказуема. Соответственно, нас переболтает. По некоторым данным, переболтает нас за 20 лет, если мы будем переживать турбулентность на подъеме экономики, слаженной и так далее. То есть в развитых странах турбулентность переживается, по статистике, за 20-50 лет. В странах менее развитых турбулентность переживает до 100 лет. То есть от 20 до 100 лет нас будет вот так трясти, и будет определенная неопределенность, так сказать. Соответственно, коль скоро мы попали в такое место интересное, и коль скоро мы здесь надолго, лет так на 50, то надо, естественно, в этом знать правила того, как правила поведения и технику безопасности. Ну, давайте посмотрим. Кратко об особенностях текущего мира. Ну, во-первых, никто не знает, как правильно. Обучение по кейсам, которое в основном в бизнесе было популярно, оно уже не работает. Те способы ведения бизнеса, в том числе развития технологий, оно уже все не работает по старым правилам, нужны какие-то другие подходы. Степень риска очень высока. Клиент наш перевоспитался вообще среди статистических потребителей любого продукта, в том числе IT-продукта. Он считает себя, ну, как сказать, центром мира, да. Теперь, когда уже не производитель рулит ситуацией, выпускает линейку продуктов с разными там размерами, одежды, например, а рулит уже клиент. Можно сравнить это с тем, ну, то есть клиент диктует свои потребности. Говорит, мне нужно вот это и это, и давайте, пожалуйста, мне обеспечьте. То есть если это сравнивать с производством там одежды, то раньше была футболка и разных размеров. Сейчас же будет клиент, который говорит, мне нужна футболка такого-то цвета, такого-то размера, пожалуйста, производитель, сделай мне ее. И производитель будет делать. То есть, условно говоря, на пальцах это теперь так будет работать, в том числе там в IT-отрасли и везде. Дальше, следующий момент, ну, мы сейчас переживаем определенное уникальное время, коронакризис, который на нас наступит, и, естественно, он даст мощный толчок к сокращению издержек бизнеса, а мы, как представители технологической сферы, должны придумывать такие технологии, которые помогут сокращать эти издержки. И последнее, что, ну, так уже для размышления, скорее всего, то, что необходимо, конечно же, иметь особое строение психики, чтобы с особенностями времени справляться, с вот этим вот повышенным состоянием неопределенности. Вот это вот то, в чем мы живем, в чем мы сейчас находимся. Как поведет себя бизнес? Ну, во-первых, как мы уже посмотрели на табличку, будут меняться лидеры мирового рынка. И вот в том списке, который я указала, мировых лидеров технологических компаний станет гораздо больше. Следующий момент. Когда мы говорим про бизнес-модель компании, то есть то строение, структуру компании, которая приносит ей деньги, конечно же, это все будет меняться. Мы еще сегодня посмотрим более подробно. Будут появляться новые бизнес-модели, будут сокращаться скорости создания продуктов, как мы уже сегодня сказали, что потребитель наш требует быстрее, быстрее, быстрее. Уже нет времени ждать. Изменение модели потребления, изменение модели управления по созданию того, по организации, по созданию технологий, созданию бизнеса. То есть и много-много другого мы еще увидим. Можем пофантазировать, конечно, сейчас. Если говорить глобально, на данное выступление я выделила 4 пункта, которые, на мой взгляд, являются самыми основными, главными, которые следует, во-первых, сегодня рассмотреть, а во-вторых, они, на мой взгляд, оказывают наиболее сильное влияние на то, что сейчас происходит. Во-первых, мы увидим другие подходы к организации ведения бизнеса. Ну, во-первых, нужно сокращать расходы из-за того, что кризис, денег будет не хватать абсолютно всем. А для того, чтобы сокращать расходы, нужно сокращать посредников. Также нам в спину дышат роботы, автоматизация рабочих мест, сокращение и так далее, и тому подобное. Это все будет в бизнесе. Внедрение технологий тоже нужно делать немножко по-другому. Если раньше это происходило так, что вот мы создали программу, по этой программе мы должны на этом заводе внедрить вот эту технологию, и все будет работать. И у всех все работало, действительно. А поскольку мы сегодня уже посмотрели, что мы живем в процессе турбулентности, то у нас получается, что технологии необходимо внедрять по другим правилам. В условиях неопределенности. Заработает ли или не заработает. Будут этим пользоваться или не будут. Это мы тоже сегодня посмотрим. Дальше. Соответственно, если у нас бизнес-модели меняются, изменятся у нас и подходы к управлению командами. Немного забегая вперед, команды станут более плоскими. Меньше иерархии, больше равноправия. И четвертое. Будут другие подходы к привлечению финансирования, к созданию проектов для того, чтобы получать финансирование. И вот эти четыре пункта мы сейчас с вами рассмотрим. Если есть какие-то вопросы сейчас, можно задать. Кам мы не перешли к следующему разделу. Вопросов нет. Отлично. Слышно меня? Отлично, супер. Да, пойдем детально. Конечно. Вот очень важный вопрос. Это образование. Я, к сожалению, здесь не увидел, поскольку, вообще говоря, некое анализы образовательных процессов. Это все хорошо, что вы пишете, но если они правильно не воспитываются, так ничего этого не дают. Где здесь новые подходы к образованию? Мы затронем образование, когда будем говорить про другие подходы к управлению командами. То есть отдельно я... Явно видно, что это направление дебилизации. То есть молодежь активно поглощает картинки, но не только в штате и думает. Есть такое. Есть такое. Но мы это затронем. То есть те, кто не думают, те не выживут. И мы посмотрим, почему так происходит. Ну, либо они выживут, но будут низкооплачиваемы. Посмотрим. Так, едем дальше, да? Ну, и начнем с изменения в бизнесе. Я уже говорила про смену бизнес-моделей. Сейчас мы рассмотрим 4 самых популярных и интересных новых бизнес-моделей, которые появились сейчас и которым мы можем применить технологии, которые мы разрабатываем. Первая бизнес-модель – это шеринг. Многим из вас знакомая модель, когда мы совместно используем какой-то ресурс. Ну, самый популярный – это кар-шеринг. У нас в Новосибирске, в Академгородке, в частности, он очень активен, когда мы можем взять автомобиль, и одним автомобилем может пользоваться много людей. Для того, чтобы в него сесть, нужно только мобильное приложение. Ну, и зарегистрироваться, соответственно. Но на самом деле шеринг-экономика и вообще бизнес-модель шеринга – это более популярная. И тут я не просто так показала картинку с букетом, таким огромным букетом красных роз, потому что в последнее время, на 8 марта и 14 февраля, я стал приобретать популярность бизнес по шерингу букетов. Это как? Так, для нас ради шутки, а в мире это серьезно. Девушки там за 100 рублей привозят такой гигантский букет, она с ним фотографируется, выкладывает в соцсети, букет забирают, человек получает там свои деньги. Или даже не на 100 рублей, а за 1000 рублей. В общем, в жизни такой букет стоит порядка 10 тысяч, а девушка там с ним сфотографировалась за 1000 рублей. Всем приятно, как бы она фотографию выложила. Это тоже пример шеринг-экономики. Букет взяли и расшарили. Смешно, но как бы правда. А дальше, новая бизнес-модель – это фремиум. Когда мы предлагаем продуктам воспользоваться с каким-то минимальным функционалом, а расширенная версия продукта уже предлагается за дополнительные деньги. И здесь неспроста картинка из игры, Angry Birds всем популярным. В основном этой бизнес-моделью пользуются игры. И пошло это все от игр. Но сейчас уже многие производители программного обеспечения, в том числе приложения-планировщики, таск-трекеры и так далее, предлагают ограниченное количество функционала за бесплатно, а потом платите. Это фремиум, бизнес-модель. И ее можно использовать абсолютно в любом бизнесе, важно только придумать как. И последние два – это платформа и Marketplace. Платформа – это когда на одной технологической площадке соединяются несколько участников рынка со своими отдельными потребностями. И здесь же есть подвид платформы – это Marketplace, когда на одной площадке соединяются покупатель и продавец. Я здесь указала Озон, самый наш популярный, наверное, в России Marketplace, и она же платформа, когда люди выкладывают какой-то товар, который они хотят продать, а другие люди покупают. То есть это уже не только… Озон уже становится не только поставщиком и логистической компанией, но уже и платформой. Опять же, платформ у нас достаточно много. Платформа по сбору средств, платформы по обучению английскому языку и так далее. То есть этого всего у нас в России уже достаточно много. Но ниша еще свободна, можно сказать. Так. Это все, что можно сейчас сказать про изменения в бизнес-моделях. Давайте посмотрим, как изменяется процесс внедрения технологий. Ну, во-первых, говоря о процессе внедрения технологий, нельзя не сказать про цифровую экономику. Когда у нас появляется новая система экономических, социальных, культурных отношений, которые основаны на использовании цифровых технологий. Это цифровая экономика в целом. Я здесь ее просто затрагиваю для того, чтобы мы отметили, что она есть. Внедрение технологий поддерживается государством. Создано специальные программы, распоряжения о том, что… В которых указано, какие технологии будут в ближайшее время развиваться, и то, что необходимо на них выделять дополнительное государственное финансирование. Все для того, чтобы мы не просто догнали все остальные страны, а чтобы мы совершили резкий скачок, как страна, как технологическая страна, и перегнали всех своих конкурентов. То есть мы не догоняющая страна, а мы, так сказать, прыгающая страна вперед. Но так было, по крайней мере, задумано до текущего момента. И судя по текущему распределению финансирования, наше правительство не собирается отказываться от финансирования национальных проектов. Поэтому национальный проект «Цифровая экономика» быть. Среди… В этом проекте, естественно, указаны ключевые технологии, которые называются сквозными, которые абсолютно для всех отраслей могут иметь определенную пользу, стимулировать получение какой-то пользы. Здесь они на этом слайде перечислены. Ну, очевидно, там большие данные, искусственный интеллект, системы распределенного реестра и так далее. То есть это все… Все эти технологии будут популярны во всех отраслях производства, бизнеса и вообще жизни человека. Надо только научиться их применять. А для того, чтобы научиться их применять, необходимо владеть новыми подходами и, так сказать, небольшими секретиками успеха бизнеса. Наверняка многие из вас, многие из нас знают вот эту вот кривую, которую обобщил в своих трудах Эцхак Айтадазис, о том, когда бизнес зарождается, потом он растет, выходит на плату стабильности и потом умирает. Все мы это знаем. Мы знаем, что нужно вовремя подхватить на этапе стабильности, даже на этапе расцвета, подхватить и вырулить бизнес вверх, так сказать, вот по вот этой модели роста. В чем секрет? Секрет в том, что сегодня необходимо из такой бизнес, из такой кривой делать клюшки, условно говоря. В общем, клюшки – это вот многократное подхватывание бизнеса на этапе расцвета и выруливание вверх. Подхватывание на этапе расцвета и выруливание вверх. Поскольку мы сегодня уже с вами поговорили о том, что многие пользователи хотят быстрой смены продуктов, они не готовы заждать, необходимо очень быстро поставлять новые технологии и быстро менять бизнес-модели. Для этого существуют новые подходы. В частности, эти подходы, они очень пригождаются тем, кто работает с технологиями, те, кто создает стартапы, те, кто, в принципе, хочет занять место в списке тех компаний, которые с наибольшей капитализацией. Это что? Это умение работать с гипотезами. Если мы берем пример компанию какую-либо, в которой раньше стратегия компании утверждалась долго-долго, по полгода, там, например, потом подписывалась, и потом долго разрабатывался продукт. Долго ко всему готовились, долго писали код, тестировали, и вот выкатили продукт. Что сейчас? И что в будущем? Быстрый тест – это быстрые деньги. Если ты делаешь это медленно, медленно готовишь свой программный продукт, ты рискуешь не успеть потерять свои пользователи, вообще рынок уйдет вперед и без тебя, и без денег тебя останется соответственно. На кого мы можем равняться? В первую очередь на Google, который проводит 7000 экспериментов, 7000 гипотез в год. Это практически более 20 гипотез в день. Одна гипотеза – это по факту один проект. Допустим, Google сидит и говорит, «О, нам кажется, что там новые фитнес-трекеры, они взорвут рынок и помогут заработать нам столько-то денег». Вот они сидят, выделяют отдельную команду, выделяют отдельный бюджет под целую команду, которая разрабатывает этот фитнес-трекер. И смотрят, действительно ли этот фитнес-трекер нужен людям или нет. У Амазона таких экспериментов поменьше – 2000 в год. Google, конечно, является лидером в этом вопросе, и мы видим, что Google лидером является и на рынке, благодаря тому, что они постоянно ищут новые технологии, новые возможности. Небольшой секретик. Нам, как ученым, конечно, это очень благоприятная ситуация, та, которая сейчас происходит в бизнесе, потому что, наконец-то, в свою программу они начали включать работу, по тестированию новых технологий. В наших российских компаниях это тоже происходит. В частности, крупные компании начали создавать не только лаборатории внутренние, но и систему внешнего подряда, где внешний исполнитель, внешняя компания может обратиться к ним, взять на подряд какую-либо проработку гипотезы и вернуть потом результат. Естественно, к таким компаниям предъявляются высокие требования, они должны уметь работать с этими гипотезами, они должны быть очень быстрыми, должны быть очень слаженными. Но как этого всего достичь, я дальше тоже расскажу по шагам. Гипотезы бывают разных видов. Продуктовые, например, нужен ли мой продукт, будут ли им пользоваться, про оптимизацию, мы сможем что-то улучшить. Новая бизнес-модель, а что если сделаем иначе, про монетизацию, а заплатят ли нам, если мы что-то сделаем, и сколько заплатят. И мы можем дальше генерировать другие виды гипотез, все для того, чтобы мы поняли, а как наша технология на рынке будет себя чувствовать, будут ли ей пользоваться и вообще платить за нее будут. Есть такой очень хороший механизм, не механизм, методология. Называется она «Хайде циклы». Суть в том, что мы генерируем определенный набор гипотез, потом делаем, что-то делаем, чтобы проверить, как эти гипотезы будут на рынке реализовываться, подтвердятся они или не подтвердятся. Дальше в процессе тестирования гипотез мы собираем данные, анализируем их, делаем выводы, и на основе этих выводов генерируем следующие гипотезы. И так по кругу живет наш продукт, условно говоря. То есть так многие компании сейчас живут, и Google в том числе, многие крупные компании. Мелкие тоже, но они только начинают, только сейчас догоняют. Но я думаю, после кризиса сейчас очень многие перейдут на такой подход к ведению бизнеса. То есть, говоря более конкретно, есть специальные методологии, например, есть компания FastTrack, которая свою методологию выпустила. Сначала рождается идея, потом идея о том, отдавайте-ка мы сделаем что-нибудь хорошее. Потом под эту идею идет сбор данных, о том, как это что-нибудь будет чувствовать себя на рынке, сколько оно стоит. Дальше генерируется гипотеза, проводится эксперимент. Если эксперимент успешный, мы думаем, как это масштабировать. То есть, если компания, допустим, хочет начать, там, ну, скоринговые, допустим, услуги предоставлять автоматически, не вручную, там, банк предоставляет услуги или МФО, организация, а автоматически, то есть мы должны для этой идеи собрать данные, понять, что нам нужно для того, чтобы автоматически скорить пользователей, выдвинуть определенный набор гипотез, провести эксперимент, и потом понять, работает это на рынке или не работает, и, если что, уже потом масштабировать. Есть определенный список вопросов, которые можно себе задавать. Он, по-моему, есть даже в открытом доступе. Вот, ну и по гипотезам, в принципе, все. Когда мы говорим, естественно, о немногих предыдущих. Можно предыдущих сайт, как это комиссия, как это комиссия. Да, можно. Если есть вопросы, можно задавать, прямо в процессе. Идем дальше. Ну, вопрос, во-первых, сказать, а кто генерирует идеи? Я сейчас сам механизм генерации. Команда. То есть кто существует. В идеале, конечно. А технология есть, существует? Скажем, поиск скрекономерности на больших гаммах. Это может быть логаритм генерации? Да, конечно, конечно. Вообще, нет, на самом деле... В этом круге, который вы показали, нужен какой-то один элемент, это механизм генерации гипотезы. Ну, я думаю, он как бы заложен в гипотезы, в первый шаг. Первый шаг. Ну, вообще, да. На самом деле, методологий очень много. То есть хайди-циклы – это одна из. То есть можно гуглить, искать и находить такое количество гигантской методологии, по которым тестировать эти гипотезы. Ну, то есть сколько людей, столько мнений. То есть хайди-циклы, наиболее простая и понятная. Можно под себя найти точную. Хорошо. Да. Генерируют гипотезы команда. И вообще, сейчас в новой экономике роль команды, она возросла во много-много раз. Наверняка многие из вас уже слышали, что мы переходим к экономике знаний, так сказать, когда знания являются самыми-самыми важными, центровыми, а люди, обладающие этими знаниями, умеющими генерировать эти знания, они ценятся превыше всего. То есть экономика – это такая любви к человеку и к его мозгу, условно говоря. То есть мне очень нравится такое изречение неизвестного автора «Легко управлять стадом баранов, а вы попробуйте поруководить стаей кошек». И вот в этом смысле сейчас для того, чтобы вот этой цифровой экономикой управлять, идеей генерировать, соответственно, нужно собирать команду кошек. Почему такое сравнение? Потому что кошки, они такие, как гордые, они гуляют сами по себе, они знают, что им нужно. Ну понятно, баранов – это мужские, а кошки – это женские сначала. Здесь понятно. Так, мое выражение гендерно-нейтральное. Не имеет отношения к взаимоотношению полов. Главный образ вот этот уловить, что вот люди, которые разбираются в цифровой экономике, они там достаточно умные для того, чтобы понять, что им надо, их уже не обманешь там какими-то уловками. И они сами все видят, понимают. И от этого, естественно, становится гораздо сложнее управлять этими командами. Для этого… Так, слайд переключившись. Что нас ждет в ближайшее время? Какие предпосылки у нас есть? Вот как бы мы уже так посмотрели, что люди немножко умнее становятся. Но к чему это ведет? Во-первых, к изменению организационных структур. Но уже и сейчас видно, что мы переходим от иерархической структуры к более плоской структуре. Что это значит? Когда у нас уже нет строгого начальника, который выдал поручение, который сказал, вот ты вот возьми и делай, что бы то ни стало. Как бы у нас уже работники могут возразить, сказать, а ты уверен, что тебе это нужно? А давай немножко по-другому. Давай вместе посоображаем, давай вместе подумаем. Более того, получается так, что если раньше на заводе был начальник цеха, а у него там специалист первого разряда, второго, третьего разряда и так далее, то там карьерная лестница на заводе очень простая. Специалист первого разряда делает, или какого-то низшего, делает гайки медленнее всех, и потом по иерархии быстрее, быстрее, быстрее. Начальник цеха самый такой профи в изготовлении гаек. Получается, он знает больше всех. И он самый опытный и самый крутой. Соответственно, он может управлять зелеными новичками. Когда мы говорим сейчас про цифровую экономику, у нас команды, они состоят из разных профессий. И тебе здесь дизайнер, и тестировщик, и разработчик программного обеспечения, и человек, документирующий программные системы, и менеджер. Соответственно, менеджер не может сказать, что я знаю лучше всех вас здесь, и я самый опытный. Конечно, менеджер должен обладать широким кругозором, но он уже не может встать на вершину этой иерархии. Ну, условно говоря. Соответственно, они все садятся в одну лодку и грибут. То есть, получается, у нас организационная структура становится более плоской, менее иерархичной. Соответственно, исходя из этого, у нас меняется корпоративная культура, способы общения людей и коммуникации внутри компании друг с другом, когда ты можешь уже гораздо проще подойти к твоему начальнику и на ты к нему обратиться. Или когда там история из жизни. У нас разработчик пришел из компании, в которой его били по рукам за то, что он во время своего простоя изучал JavaScript. Как бы казалось, да, это там жесткая иерархичная структура. Но вот не было вот этой ценности знания, ценности приобретения знаний. Сейчас, как бы, это все, конечно, будет упрощаться и уплощаться. Соответственно, для таких умных людей совершенно другие нужны принципы, инструменты управления. В компаниях будет конкуренция не просто за рабочую силу, за объем тех людей, которые будут собирать гайки. Гайки уже не надо собирать, их собирают роботы, поэтому нужны таланты. Те, которые будут придумывать, создавать идеи, генерировать гипотезы, смотреть рынок и понимать, что на рынке популярно, а что не очень популярно. Соответственно, эта конкуренция, она будет только усиливаться. И, соответственно, нужны новые программные сервисы для управления этими командами. И давайте посмотрим. Тренды, которые сейчас выделяются, это, во-первых, ориентация на людей, человек высшая ценность, и мы это даже сейчас подтвердили во время коронакризиса, когда мы выбираем сидеть дома, вместо того, чтобы поддерживать нашу экономику. То есть ценность человеческой жизни, ориентация на человека, она у нас сейчас гораздо выше и серьезней. Дальше, удаленные офисы. Ну, сейчас понятно, что мы все равно выйдем все в офисы, в институты и будем счастливы и благополучно себя чувствовать. Но, тем не менее, удаленный сотрудник зачастую гораздо дешевле, чем сотрудник на своем рабочем месте. Поэтому компании, они 100% будут переходить на удаленку, переводить определенных сотрудников, особенно, когда сейчас почувствуют, как это дешево. Даже более того, по-моему, компания «Газпромнефть» инициировала создание платформы, где они выкладывают мелкие работы на несколько сотен тысяч рублей, несколько десятков тысяч рублей, на несколько месяцев, для того, чтобы какой-нибудь молодой фрилансер из Новосибирска взял подряд, выполнил его и отдал. Соответственно, это тоже уже новая бизнес-модель и новый подход к ведению бизнеса. Дальше. Один из трендов – ценность образования и развития. Если ты входишь в цифровую экономику, хочешь стать очень крутым специалистом здесь, необходимо постоянно образовываться и развиваться. То есть сейчас, особенно среди молодежи, тренд на то, чтобы смотреть обучающие и развивающие вебинары, он, конечно, огромен. У меня, к сожалению, нет статистики, но рынок образования, особенно вот такого экспертного, он за последнее время вырос в огромное количество раз. Конечно, блекло, меркнут наши фундаментальные образования, к величайшему сожалению, но растет прикладное образование. Ну, мы с вами понимаем, к чему это все приводит, но как бы пока так. Покупаем курсы у экспертов отрасли, курсы по прикладным вопросам и постоянно смотрим, смотрим, смотрим вебинары. Я сама регулярно покупаю курсы и достаточно большой бюджет у меня в год под эти вопросы заложен, ну, иначе ты не догонишь тот поезд, который вперед без тебя может уйти. Ну, и последний тренд, это тренд на самоуправление. Коль уж мы поговорили про отсутствие иерархии, раз нету для этого стада, так сказать, пастуха, то у нас должно быть какое-то самоуправление, кошачье самоуправление. Давайте про это более подробно поговорим. В плане сервисов, как бы, команды будут переходить на сервисы, тут лишь малая часть, сюда, наверное, еще зум надо добавить. А в плане перехода к новой корпоративной культуре я бы хотела остановиться на таком достаточно важном тренде. Мы уже поговорили с вами про уплощение организации вместо иерархии, плоские организации. Эти плоские организации также называют самоуправляемыми организациями, также их называют бирюзовыми организациями. Вокруг бирюзовых компаний, конечно, очень много шуму и вообще очень много маркетинговых, так сказать, маркетинговых кружев, которые не имеют отношения ничего к этому, но надо сейчас выделить самое главное, самую суть. Бирюзовые организации – такие организации, которые отличаются от привычных форм корпоративной культурой и способами управления персоналом и его отбором. На трех китах стоят все бирюзовые организации, либо организации самоуправления. Первый кит – это то самое самоуправление, когда равноправные коллеги, ну, например, дизайнеры, тестировщики, разработчики программ обеспечения, умеют коммуницировать друг с другом на равных. И не нужно никому давать задачи, не нужно никого подвергать насилию, сделай или умри, или на работу можешь не приходить. Большинство задач решаются командно, друг с другом. Следующий кит – это стремление к реализации на работе целостности личности. То есть, было замечено и в книге «Управляя организациями будущего» была высказана такая мысль, что мы на работе немножко не те, кто мы в жизни. Люди надевают, так сказать, маски, показывают лишь часть своей жизни. То есть, вот я там, вот я рабочий, а вот я домашний. Как бы в этих организациях есть все-таки такая ценность, ценность самости. Быть на работе тем, кто ты есть на самом деле. С своими увлечениями, со своими недостатками, со своими умениями, сильными, слабыми сторонами. То есть, ты на работе, ты такой же человек, как и дома. То есть, ты личность. Вот, что очень важно – ты личность. И последнее. Организация важна наличие не цели деятельности. Например, там, в компаниях вывешивают наша цель – достичь такой-то выручки, оборота. Как бы людей это не цепляет абсолютно. Ну, достигнем мы обороты и что. А важна цель существования организации. Для того, чтобы каждый человек понимал, а для чего мы это делаем. И если уж мы заговорили, в принципе, про смену формаций, стоит зацеронуть еще смену поколений. Как бы поколение Z и поколение X, которое сейчас наиболее такое… становится экономически активным населением, для них там одна из основных ценностей – это самореализация. Самореализация, в частности, для того, чтобы быть полезным этому миру. Когда ты понимаешь, что компания полезна этому миру, ты в этой компании хочешь работать. Когда ты понимаешь смысл, почему ты на этом стуле сидишь и время тратишь, ты здесь работаешь. Почему у Яндекса так много людей желает попасть в Яндекс? Потому что Яндекс сильно влияет на работу людей, на жизнь людей в России. Именно поэтому она привлекательна для текущего поколения X. Принципы, на которых строятся такие компании – это, во-первых, то, что большинство людей – уникальные позитивные личности, достойны уважения, помощи в развитии и реализации. Такой пункт достаточно революционный, когда никто не имеет права использовать, принуждать, унижать и причинять вред другим людям. Дальше. Развитие. Развитые люди способны взаимодействовать как равны к равному. Человеческий потенциал огромен, и каждый имеет право на его полную реализацию. И у человека должна быть высшая цель и личная миссия. То есть мы уже приходим к тому моменту, когда мы идем на работу, работать не просто потому, что нам нужны деньги, нам нужно покушать, а мы идем на работу для того, чтобы реализовать свою личную миссию, условно говоря, как бы это пафосно ни звучало, но, как я уже повторюсь, одна из целей существования поколения X и Z – это самореализация. Я буду полезен миру, потому что я творю красоту. Я там буду, допустим, работаю мастером маникюра. Я полезен миру, потому что я создаю технологии в такой-такой-то отрасли. И вот такие люди соединяются в компании. Ну, согласитесь, это совершенно другой подход к организации бизнеса вообще, к созданию компаний. То есть это вот компании будущего. Если сейчас взять, ну, то есть у нас есть компания в России, даже такая организация, в том числе общественная, называется «Правила игры». они изучают очень серьезно все эти новые веяния в организации, там, в корпоративной культуре, в организации работы команд, и они сделали вот такую отличную табличку, где сравнили классический менеджмент и самоуправление. То есть власть начальника у нас на власть команды сменяется, должности сменяются ролями, решение принимает мем-менеджер в классическом менеджменте, а здесь решение принимает каждый ответственный. Проблемы, если раньше там где-то замалчивались, пока не станут критическими, чтобы показать, что у нас все хорошо, и были красивые отчеты, то здесь проблемы как бы определяются на ранней стадии, и вообще всячески открытость поощряется. По той причине, что очень много удаленной работы стало, в том числе, если ты не будешь открытым, ты, соответственно, не будешь, ты вылетаешь с рынка сразу. Закрытый, значит, что-то скрывает. Сейчас вот ценности прям чувствуются, как меняются. Дальше, если было в классическом менеджменте все, что не разрешено, запрещено, в самоуправлении все, что не запрещено, разрешено. В классическом менеджменте увольняет менеджер, есть вертикаль, в самоуправлении увольняет команда, есть горизонталь. И как бы В самоуправлении на передний план выходит умение коммуницировать, давать обратную связь, честную, прямую, зачастую не самую приятную. И в самоуправлении власть у команды, то есть это вовлеченность. А в классическом менеджменте власть у менеджера, то есть подавление. Может быть спорная, конечно, вещь, но такие тренды есть, о них говорят и просто про них надо знать. Может быть, как бы это и не соответствует тому, что будет у нас в стране по течению какого-то времени. Соответственно, есть уже такие примеры таких организаций. Проводили исследования. Это, во-первых, Патагония. Одежда, производство, по-моему, чилийское, если я не ошибаюсь. Есть Вкусвилл в Москве. Такая марка, это сеть магазинов и марка продуктов питания. Но на самом деле компаний таких уже гораздо больше, потому что, ну и чем дальше, тем больше их будет становиться. И, в принципе, там, например, Киви, одна из крупных технологических наших компаний, они уже, ну, немножко по-другому пути пошли по-своему, создали собственную методологию самоуправления, вот коллаб. Таких методологий уже появляется много. То есть самые такие громкие – это холократия, коллапс, социократия 3.0, потому что была еще 2.0, да. Вот, и это одни из самых популярных. Можно про них погуглить, посмотреть. У них у всех немножко разные видения, как надо жить. Достаточно много правил о том, как надо жить. Но смысл один – уважение. Ну, вот те самые три кита – самоуправление, уважение к личности и миссия. То есть это все в это заложено. Ну, естественно, нельзя не остановиться на необходимости вообще на существовании гибких подходов к методологии разработки Agile. Agile, который был создан еще, сколько лет, 15, наверное, это больше, наверное, который до сих пор является актуальным и вообще был революционным в те времена. Это серия подходов к разработке не только ПО, но и управления, в принципе, жизнекоманд. В Сбербанке, например, говорили, что применяют Agile для того, чтобы эти рабочие группы взаимодействовали между собой и ориентировались именно на взаимодействие с заказчиком, в первую очередь, на Agile, как Agile философия построена на том, что люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов, работающий продукт всегда важнее исчерпывающей документации, сотрудничество с заказчиком важнее согласование и готовность к изменению важнее следования плана и так далее. Ну, как бы идея понятна, что переходим мы к другой плоскости взаимодействия вообще человека с человеком с целью производства каких-то благ. И последний раздел на сегодня. Происходят изменения в процессе привлечения финансов. И давайте рассмотрим. Если мы говорим про технологии и про коммерциализацию технологий, очень важно поговорить опять-таки про философию. Философия есть под названием Lean Startup, что означает бережливые подходы к созданию стартапов для того, чтобы тратить как можно меньше денег на реализацию своих идей. Мы с вами сегодня уже поговорили про то, что идеи, они нужны в мире, идеи, они важны. Теперь вопрос про то, как эти идеи доносить за как можно меньшие деньги, потому что денег у нас как-то не очень много на то, чтобы там миллионами вкладывать их в свои идеи. Ну, вот на помощь нам приходит такое понятие, как Lean Startup. Во-первых, в чем суть? Суть в том, что мы берем свою идею и прежде чем ее реализовывать и прежде чем искать большое количество денег на то, чтобы создавать эту идею, мы тестируем, а нужна ли эта идея и принесет ли она денег. Да, принесет ли она денег, принесет ли она пользу обществу. Потому что зачастую бывает люди, ну, люди создают свои стартапы, эти стартапы просто никому не нужны. Соответственно, идея методологии бережливого стартапа в том, что ты берешь в первую очередь заполняешь, так сказать, линканву. Я для ознакомления вывела ее на слайд, просто чтобы мы знали, что есть такая структура для описания бизнес-модели. Потом мы создаем гипотезы, те, про которые мы уже говорили. Эти гипотезы проверяем как можно дешевле. Зачастую не обязательно создавать продукт, можно просто создать сайт и посмотреть, сколько на этом сайте людей нажмут на кнопку «Купить». Соответственно, сайт стоит там не так дорого, а продукт, естественно, дорого. Мы экономим большое количество людей, если этот продукт никому не нужен. И так же, как по указанным... Ну и дальше мы начинаем новый цикл. Мы эту идею не бросаем, но мы думаем, а как ее преобразовать для того, чтобы она стала людям нужна. Как мы, допустим, будем продавать кому? Может быть, мы сменим целевую аудиторию или мы изменим продукт. И так, итеративно, ставя гипотезы, собирая данные, проверяя, ставя эксперимент, делая выводы и так далее, на следующий цикл, переходя снова, ставя гипотезы и так далее, мы должны добежать до того момента, когда наш продукт станет очень сильно нужным, очень монетизируемым и вообще с большими перспективами. Ну, ох ты, ага. Напоследок, такой общий достаточно слайд обзорный про то, где можно брать деньги. Деньги брать сейчас можно очень много где. Не только это гранты на исследования из всем нам известным, РФФИ, фонда Бортника, там из Колкова. Сейчас у нас все больше развивается венчурное финансирование в нашей стране. Венчурное финансирование – это… Что важно знать нам про венчурное финансирование – это бизнес. Бизнес, который на вход подается 10 стартапов, каждому стартапу выдается, ну, например, по 2 миллиона рублей, из 10 стартапов 9 умирает, 1 остается. Соответственно, 10 стартапов было затрачено 20 миллионов рублей, и вот этот один выживший стартап должен 20 миллионов рублей умножить на 5, ну, используя такой коэффициент 5, умножить на 5, выдать этому владельцу венчурного фонда. То есть нам, чтобы понимать, с чем мы идем в венчур, к венчурному фонду со своей идеей, нам нужно знать вот эту простую математику, что если мы из 10 выживем, мы должны будем окупить и принести 100 миллионов рублей, там, я не помню, за какой срок, ну, в общем, должны принести этому владельцу этого фонда. Дальше есть акселераторы, они сотрудничают с венчурными фондами, очень тесно, там набор экспертов в формате обучения и в формате менторства помогает молодым стартапам развивать свой бизнес. Акселераторы есть как там у Free, у Yellow Rockets и у других, у Сколково, много где. Мне удалось побывать в одном из акселераторов, но мне не очень понравилось, потому что у нас, опять же, у нас как-то то место, куда я попала, там было очень жестко. Или окупай мои деньги, или ты очень плохой человек. То есть, в общем, было некомфортно. Дальше, следующий момент, это корпоративные акселераторы. Там мы тоже побывали, и там гораздо более комфортно. Корпоративные акселераторы сейчас предоставляют, ведут компании Kiwi, Госпромнефть, ВТБ и так далее. То есть, можно погуглить, прямо у ряда крупных компаний есть корпоративные акселераторы при них. Ну и совсем достаточно такой экзотический способ. Это привлечение инвестиций в виде криптовалют. ICO, STO и IO, это уже побочные названия, которые в течение истории развития, привлечения средств, менялись названия, менялись смыслы, но суть одна. Мы идем на криптовалютный рынок, к инвесторам, у которых много криптовалюты, которые там ее получили каким-либо образом. Вот теперь они по принципу, в том числе венчурного финансирования, о котором я уже сказала ранее, они инвестируют. Кто-то не через венчур финансирует, кто-то, как бизнес-ангел, подарил там сколько-то миллионов, и ладно, потерял, и ничего страшного. Все вот это вот есть. И наверняка есть еще больше способов, которые нужно искать, и можно людей, которые сейчас хотят вложить определенное количество денег и с этого заработать, их сейчас все больше и больше. Вот, и напоследок, выводы, которые нам стоит зафиксировать сейчас по итогам нашей лекции, нашей встречи, выступления. Это, во-первых, то, что в мире нет стабильности, ее не будет. В течение 20-70 лет периода турбулентности, пока мы не зафиксируемся, не выделим, не поймем то, как мы хотим жить, когда настанет индустрия 4.0. Пока мы этого не поймем, нас будет трясти. Соответственно, исходя из того, что нас трясет турбулентность, нам нужно двигаться маленькими шагами, то есть перебирать гипотезы с целью поиска рабочего решения. То есть выживает не самый умный, который сразу предложил какое-то решение, которое всех покорило и сразу взлетело в топы, а выживает самый терпеливый и кропотливый, кто сможет очень долго, терпеливо перебирать гипотезы и искать ту, которая действительно работает. Следующий момент, следующий вывод, то, что бизнесу нужны инновации для сокращения сдержек, сокращать посредников, сокращать длительность взаимодействия с клиентом. То есть не секрет, что бизнес к нам, к пользователям подбирается, в том числе через мобильные приложения, через сбор информации в нашем браузере, а все для того, чтобы знать про клиентов, про своих гораздо больше и быть ближе к клиентам. Чем ближе ты к клиентам, тем больше ты им можешь предложить и тем теснее интегрироваться в его жизненный процесс, тем больше в этом площадь занять. Следующий вывод, который надо сделать, то, что уплощение оргструктуры, оно будет, тренд туда идет, конечно, не все компании станут плоскими, 100%, не всем это надо. Есть там, допустим, мне, конечно, интересно образовательный институт посмотреть, университет плоский, но скорее вот такие организации, типа военные, образовательные и так далее, медицинские, они все останутся с иерархией. Тем не менее, уплощение помогает сокращать издержки. Действительно, очень много топ-менеджмента, на который затрачивается колоссальное количество денег в крупных компаниях, просто можно сократить, потому что столько управленцев не надо. В новой экономике нужны таланты, которые будут делать, которые будут придумывать. Если менеджер не придумывает, ну, как бы вопрос, зачем такой менеджер. Если менеджер просто передает какие-то поручения, то зачем он нужен? Как бы и тут нужно, опять же, постоянно образовываться, постоянно учиться, чтобы быть нужным и всегда на волне. Соответственно, убрать иерархию нам поможет сэкономить денег, ну, бизнесу поможет сэкономить денег и быть эффективней. То есть, опять же, когда у нас иерархия, у нас с самого низа, с листа, можно так сказать, дерева до корня доходит информация очень долго, а когда у нас плоская структура, с листа до корня, так сказать, доходит информация гораздо быстрее, и такая структура организационная может гораздо быстрее адаптироваться к изменениям. И это очень важно в текущей ситуации, когда у нас нет стабильности и полная неопределенность. И последнее, то, что у нас появляется огромное количество запросов на разработку технологий, на создание технологий, соответственно, появляется много возможностей для привлечения финансирования на разработку этих технологий. Соответственно, конечно, нужно сейчас, если уже в эту историю идти, нужно обладать исчерпывающими знаниями о управлении интеллектуальной собственностью, о том, как знать свои права, так сказать, нам, как разработчикам интеллектуальных продуктов, понимать, на что мы имеем право, на что нет, читать внимательно договоры и так далее, чтобы не попасть в неудобную ситуацию. Соответственно, ну, опять же, учиться, учиться и учиться, чтобы в этой истории быть. Но, как бы, очень позитивный тренд связан с тем, что возможностей для привлечения финансирования гораздо больше. Можно, конечно, сейчас немножко погрустить, что во время коронавируса очень многие программы свернули свои наборы стартапов в акселераторы, свернули вообще программы по финансированию. Но, возможно, это временно, ну, скорее всего, временно. Нам обещают, что где-то за год, может, чуть больше наша экономика восстановится, то есть ведущие эксперты об этом говорят. И мы сможем, как раньше, получать услуги финансирования технологий в том же объеме. И более того, государство пока программы не сворачивает, и у нас остается огромное количество возможностей получения государственных денег на развитие технологий. То есть это тоже очень такой позитивный тренд, позитивная возможность, которую мы можем пользоваться. Вот. И, пожалуй, это все, что я хотела рассказать. И теперь я готова на вопросы ответить. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...